Отсутствие комплексного подхода, низкая скорость интернета на селе, плохое взаимодействие операторов, разработчиков и исполнителей программы, а также тройное дублирование всей работы. Проблемы внедрения в стране системы e-learning сегодня обсуждали в Можилисе. Народные избранники еще раз попытались выяснить, почему выполнение программы идет не так активно, как планировалось. А некоторые вовсе предложили переименовать ее из e-learning в и-управление, потому что на электронное обучение эта система претендовать не может. 28 миллиардов тенге Министерство образования потратило за три года. Именно этот результат программы e-learning сейчас упоминается в СМИ чаще всего. Причем немногим меньше 3% потраченных средств ушло на создание системы электронного обучения, остальное на подключение к интернету, покупку оборудования и компьютеров. Ими уже укомплектовано 1159 школ страны. Сейчас программой пользуются почти половина всех учителей Казахстана. Озвученные показатели народных избранников не впечатлили. Более того, смущает их и отсутствие механизма контроля. То есть деньги осваиваются, а приближаемся мы к цели или нет, пока неизвестно. Координации нет, цель размыта, деньги непонятно куда деваются. И у всех у нас подозрение, что все кругом воруют. Подозрение. Потому что проверить мы тоже не можем, у нас нет индикаторов. Нет, показатель, по которому мы могли бы проверить, сказать, сделали вы или не сделали, как нужно. У любой медали две стороны. Есть в автоматизации процессы и сложности. Педагоги не только имеют доступ к цифровым образовательным ресурсам, но и должны ввести электронные журналы, кстати, наравне с бумажными. Плюс свои системы в регионах иногда внедряют еще и акимы. А значит, учителям приходится три раза выполнять одну и ту же работу. Однако все это – трудности перехода. Электронный журнал позволяет создавать все нужные отчеты автоматически. А значит, у учителя будет больше времени для того, чтобы сеять светлое, доброе и вечное. А в том, что эти проблемы решаемы, сомневаться не приходится. Опытом наладки всех систем при создании цонов со своими коллегами поделился и вице-министр по инвестициям и развитию Аскар Жумагалиев. Мы приходили в некоторые цоны и спрашивали, почему информационная система не работает. Потому что очень большая вот такие проблемы. Начинаем просто по кабинетам ходить и узнаем, что сервер, который должен был подключен быть. Просто отключен, вот за розеточки вытащим. И таких вот много случаев, которые мы видели сейчас. Сейчас вы все прекрасно знаете, что они оказывают эти услуги в очень краткие, быстрые сроки только благодаря IT-навыкам через те автоматизированные системы, которые сегодня имеются. А вот с обучением в Минобразовании, как оказалось, проблемы. Уже работающих педагогов худо-бедно учат азамработой системой. Однако молодые специалисты в УЗИ это направление не проходят. Значит, и их уже в школах приходится учить повторно. Почему на последнем месте всегда учитель находится? Где учитель вашей программы здесь? Где его обучение? Где методика подготовки учителей? Где внедрение программы и лернинг в институты? У вас отсутствует на сегодня комплексный подход к решению этой проблемы. Вы все делаете кусками. Там, значит, дырку закрыли, здесь дырку закрыли. А программа, на которую 28 миллиардов потратено, бюджетных денег, она вот это застаивается и устаревает морально. Понимаете? По мнению депутатов, Министерство образования и науки свою роль в этом проекте не увидело. Возможно, отсюда и большая часть проблем. А разработчики программного обеспечения и дальше готовы работать в этом направлении. Но просит чиновников для начала рассчитаться за уже проделанную и принятую работу. Сумма долга – 9,5 миллиардов тенге. Дания Рамазанов, Жандос Бетабаров, Астана.